Здравствуйте, тема дня начинает работа в эфире. В Челябинске начала работу 8-я Всероссийская конференция поддержки малого бизнеса. Программа конференции расписана на три дня, она, кстати, завершилась уже. Участники работали на пяти площадках, где организовали секции «Популяризируй», «Улучшай», «Объединяй», «Создавай» и «Расширяй». В конференции принимали участие представители органов исполнительной власти, ответственные за развитие малого и среднего предпринимательства в регионах нашей страны. Ну, а также руководители организации инфраструктуры поддержки предпринимательства из 85 регионов России. Ну и, конечно, не обошлось без Краснодарского края. Делегация, конечно же, принимала участие в таком саммите. О том, как прошел форум в Челябинске и насколько он оказался полезен и окажется полезным для кубанского бизнеса, поговорим сегодня с нашими гостями. Я с удовольствием представляю, это Кристина Сильченко, главный консультант Департамента инвестиций и развития малого среднего предпринимательства нашего края. И Вадим Авдеев, заместитель начальника управления департамента инвестиций и малого среднего предпринимательства. Соответственно, правильно? Здравствуйте, друзья. Хотела, наверное, начать с Вадима, потому что вы как раз были в Челябинске, вы видели, скажем так, поток идей правительства, куда он хочет повернуть развитие предпринимательства. Либо это было другое движение, это было движение со стороны бизнеса. То есть, какие уловили направления? Ну, на самом деле, движения были с двух сторон. Встречные. Да, встречные движения. Организатором данного мероприятия выступила Минэкономразвития России. С чем она была связана, эта конференция? Прежде всего, с майскими указами президента, обозначенных в 204 указе. И, соответственно, вот встреча всех субъектов 85, она была направлена на то, чтобы выработать совместные решения по достижению указанных целей. Цели амбициозные, цели измеримые в этом указе. И, соответственно, в силу этих моментов необходимые решения неординарные, так сказать. То есть, новые. И принятие решения и выработка этих целей стояло перед субъектами в том числе. В Минэкономразвитии было организовано ряд площадок, которых вы сейчас озвучили, соответственно, которых уже как бы отсеивались, принимались лучшие идеи. Если говорить вот о том форуме, который прошел у нас, да, Кристина, дело за малым, то как они друг с другом соотносятся? Либо это просто разные направления движения, ну, в принципе, в одну сторону развития предпринимательства? Ну, да, это совершенно разные площадки. Сравнивать их, наверное, не совсем корректно, потому что, что было в Челябинске, это такой форум, где принимались стратегические решения развития предпринимательства среди субъектов. И Российской Федерации общая такая повестка. А форум, это скорее для предпринимателей. Это такая же траектория, такой же вектор развития, но больше для самообразования, для понимания того, какие ниши сейчас востребованы, для того, чтобы завести новые полезные знакомства и контакты, и вообще понимать, кто из предпринимателей является успешным, и как этот опыт применить к себе. Если говорить об опыте края, Вадим, какие проекты возили в Челябинск, и какие, может быть, нашли самые большие отклики? Ну, мы возили, соответственно, нашу региональную составляющую национального проекта. У нас входит туда пять региональных составляющих. Озвучивали популяризация, акселерация, финподдержка, сельхозкооперация, улучшение условий и так далее. Да, у нас есть определенные наши наработки интересные, но вот из такого запоминающегося могу озвучить момент. У нас есть, в принципе, уникальный опыт муниципальных центров поддержки на территории края нашего. Были достигнуты определенные предварительные договоренности с деловой средой. Это вот дочка Сбербанка, которая активное взаимодействует с Минэкономразвитие. И они считаются, так сказать, одними из передовиков в бизнес-контенте в России сейчас. То есть все лучшее от них исходит. И, в принципе, они помогают активно Минэкономразвитию. То есть есть определенный государственный подход, чиновничий, да, есть бизнес-подход. Вот они в том числе помогают. И они готовы предварительно выступить там пилотным проектом на территории края, где смогут помочь нам вместе наладить и усовершенствовать работу муниципальных центров поддержки. То есть, возможно, данная практика, она в дальнейшем будет тиражирована на всю Россию. Сейчас, в силу того, что стоят перед нами амбициозные задачи, да, по увеличению количества занятых в сфере МСП, краю необходимо применять и быстро принимать решения все необходимые, чтобы достичь этого показателя. Иначе, как бы, ну, показатель не будет достигнут. Кристин, если говорить о том, какие уже сейчас предпринимаются, да, меры для того, чтобы разобрать предпринимательство, о чем можно говорить, о каких мы достигли результатов, какие у нас уже цифры по предпринимателям? По предпринимателям, ну, цифры это очень громко сказано. Надо понимать, в каком направлении, о каких показателях мы говорим. Но в общем у нас уже есть, мы входим в тройку лидеров по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, мы третий по количеству индивидуальных предпринимателей и четвертый по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас 283 тысячи субъектов МСП, количество занятых в сфере МСП это 750, а нам к 2025 году, к концу 2024 нужно достичь 1053, ну 1 миллион 53 тысячи, то есть показатель очень высокий. Но как бы в оправдании, как сказать, в подтверждении этих моментов, нужно сказать, что перед всей Россией стоят такие показатели. То есть да, у нас там много субъектов МСП, но в другой России, где меньше, у них тоже показатели, исходя из пропорции, тоже большой для их субъекта стоит. Поэтому если мы все вместе не займемся этим процессом увеличения, то показатели не сложны. Но нет потенциал просто большой. Да, вот как раз про это сейчас хотела сказать, потому что у нас и даже и по статистическим замерам, у нас люди какие-то более активные. То ли собираются здесь в силу географических особенностей теплых нашего края, то ли вот именно, не знаю, долгий с этого день позволяет им быстрее генерировать какие-то идеи. Я права, Кристина? Ну, наверное, да. Действительно, люди очень предприимчивые, инициативные. Мы это видим по тому количеству обращений, которые поступают в Центр поддержки предпринимательства, по той активности предпринимателей, которые приходят, узнают о формах поддержки, пытаются получить эти формы поддержки и получают, как правило, которые обучаются по различным программам поддержки и развития предпринимательства, получения компетенций. И действительно, Краснодарский край, мало того, что он является в топе, в лидерах, он еще имеет огромный потенциал. И мы сейчас видим такой вектор развития, наверное, в муниципальных образованиях. Все проекты, которые генерируются в городе, в Краснодаре, сейчас будут масштабироваться и переноситься в муниципальное образование. Для муниципалитета. Да. То есть получается, готовый такой уже алгоритм вы им передаете, и им просто нужно его запускать. Да, вот, например, система наставничества, это новый механизм, который мы для себя выявили, и он также транслируется. В Москве на федеральных площадках сейчас очень популярно иметь, наверное, в наставниках предпринимателя опытного, который работает с молодыми предпринимателями, обучает, передает им свой опыт, возможно, дальнейшее партнерство у них. Но это помогает начинающим предпринимателям увереннее чувствовать себя, да, и чувствовать, что есть какой-то взрослый такой опытный предприниматель. Какой механизм, мер господдержки у нас в крае самый популярный, если можно так сказать, или проще всего его получить? Ну, в Центре поддержки предпринимательства есть несколько видов поддержки. Это информационно-консультационная, а самый популярный, наверное, это фирменный стиль. За ним обращаются практически все начинающие предприниматели, которые хотят упаковать свой бизнес и иметь какой-то логотип, фирменный стиль, узнаваемость бренда этим подкрепить. Всякие консультации, юридические, бухгалтерские, налоговые, сайты очень популярны. Вот такие топовые. Вадим, говоря о перспективах, не могу не спросить, рассматривалась ли тема ведения предпринимательских, я не знаю, уроков в школах, либо как-то вовлечение в бизнес людей, которые, скажем так, не возраста выпускника вуза, не человека, которому 40+, а людей, которые сегодня сидят за школьной скамьей. Были ли такие проекты? Да, конечно, рассматривался. У нас один из проектов популяризация, кстати, вот Кристина, она в том числе один из разработчиков данного проекта. Там как раз и охватываются субъекты предпринимательства или потенциальные субъекты предпринимательства, которые хотят начать свою деятельность в бизнесе, возраст которых от 14 до пенсионного, до 80 лет. То есть и совершенно разные категории, то есть инвалиды, военнослужащие, домохозяйки и так далее. То есть федеральная стратегия, федеральный паспорт, в принципе, мы у себя на территории субъекта транслируем, в том числе и федеральный паспорт, он подразумевает и нацеливает на то, что нужно охватывать полностью все категории. Это принципиально новый подход, что зачастую люди боятся начать заниматься предпринимательской деятельностью из-за того, что они не знают, из-за того, что некому подсказать. Это нам, мы, возможно, в интернете сидим, мы можем поискать. Но есть люди, которые далеки от этих всех моментов, от поисковиков, Google, Яндекса и так далее. И, соответственно, им проще поговорить. Ну, не получилось поговорить, не с кем рядом поговорить. Ну, ладно, отложим свою предпринимательскую деятельность на потом когда-нибудь. Нет, нужно как бы... Кристина, то есть получается, очень многие люди обращаются изначально именно за консультацией, а потом уже принимают решение, так? Так, многие приходят просто понять, в каком направлении, где они могут получить поддержку, стоит им заниматься этим или нет. У нас в Институте поддержки, в Центре поддержки предпринимательства, есть такая первая ступень, это Школа молодого предпринимателя. Где как раз мы помогаем принять решение, вообще нужно тебе быть предпринимателем, вот-вот, заниматься этим делом, потому что риск всегда... Вот прям хочу спросить, знаете, о чем? Вот человек всю жизнь мечтал, там, не знаю, торговать на рынке, грубо говоря. Приходит в концентр, говорит, вот хочу торговать на рынке. Вы ему говорите, вот знаете, дорогой, вот у вас 8 точек только на вашей улице, может быть, давайте присмотритесь к пиццерии? Как люди реагируют на критику своей идеи? Это не критика идеи, мы же не говорим, что идея сама открыть точку на рынке не очень... Ну, вот, скажем так, на предложение заменить мечту. Знаете, они для этого и приходят, чтобы получить компетентную обратную связь. Может, действительно, он хочет открыть, он готов открыть, у него есть возможность открыть, но сам факт того, что у него может не получиться, всегда их останавливает и пугает. И именно поэтому, наверное, они приходят за компетентной профессиональной консультацией, которую, собственно, и оказывает Центр поддержки предпринимательства. Что чаще всего обычно, ну, не то чтобы советуют, какие направления перспективны сегодня для нашего края и для России? Вот о чем вы услышали от Министерства нашего московского? Ну, как уже Кристина ранее сказала, ну, вот франшизы, да, то есть это, в принципе, как один из показателей в федеральном проекте стоит. То есть через вот институт франчайзинга, да, франчайзи популяризировать каким-то образом вот предпринимательство, ну, то есть федералу. Ну, у нас стоит показатель, такой предварительный, там, пять франшиз создать. Для себя в Крайе мы решили данные франшизы, ну, как бы по направлению агрофранчайзинга пойти, у нас Агрокрайд. Логично. Да, да, да. Соответственно, у нас уже есть какие-то наработки и планируем, ну, уже в следующем году первую, как бы, запустить, да. Ну, я думаю, мы, как бы, осуществим этот момент. Еще хотелось бы вот момент интересный сказать по поводу, там, Челябинска, да, то, что обсуждалось. Сейчас на территории России будут повсеместно вот все организации инфраструктуры, которые у нас сейчас вот есть, там, на территории Крайя. Это, там, гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр, то есть огромное количество структур. В Крайе у нас поддержку оказывают, помимо краевых и федеральных, ну, включая краевые и федеральные всякие институты, да, разные институты, 17 органов.